Между тем раскрыта неизвестная ранее террористическая группировка, связанная с ИГИЛ, которая планировала атаки практически по всей Европе. И мишени радикалы уже выбрали. Подробности у Евгения Завадского. Аресты и обыски одновременно прошли в Норвегии, Финляндии, Германии и Швейцарии. Но больше всего задержанных в Италии. Власти страны заявляют, раскрыта ранее неизвестная международная террористическая группировка, которая уже несколько лет действует в Европе. Одно из ее самоназваний — Дидинвэ, что можно перевести как «Путь на гору». Среди задержанных — 16 иракских курдов, а также один выходец из Косово. Их главой был Мулак Рикар, один из основателей, связанной с аль-Каидой группировки «Ансар Аль-Ислам». Он основал новую террористическую организацию, связанную с исламским государством. Мулак Рикар — это псевдоним. Настоящее имя этого человека — Фарадж Ахмат Наджумудин. Власти Норвегии, куда он приехал как беженец в 1991-м, еще 8 лет назад, называли его угрозой национальной безопасности. Проповедника несколько раз арестовывали, обвиняя в том числе финансирование экстремистов в родном Ираке. В 2012-м за угрозой в адрес правительства приговорили к пяти годам тюрьмы. Они давно добавили еще полтора года за призывы к терактам против журналистов. Тем не менее, следователи полагают, что все это время он умудрялся управлять своими подчиненными, даже несмотря на запрет пользоваться интернетом. Они планировали атаки на дипломатов из Норвегии и Великобритании, а также на представительства этих стран на Ближнем Востоке. А кроме того, атаки на политиков самой Норвегии. А в Италии в руках карабинеров оказался и один из главных помощников Крикара — Абдул Рахман Наурос, который занимался вербовкой боевиков, как предполагается, среди наводнивших страну беженцев из Африки, из Ближнего Востока. Расследование началось, когда мы обнаружили в интернете сайт, с помощью которого террористы вербовали людей, чтобы создать вооруженные отряды для, как они это называют, войны с неверными. Уже установлено, что многие из завербованных группировку ранее воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистов. Что же касается их лидера, Мулык Рикара, то теперь его могут передать итальянским властям. На родину в Ирак гуманный норвежский суд экстрадировать проповедника терроризма не разрешил. Адвокаты заявили, что там его ждут пытки, а возможно и смертная казнь. Должен прийти запрос на его экстрадицию в Италию, и мы будем этому содействовать. Если суд одобрит выдачу, Мулак Рикар очень скоро покинет Норвегию. Уже сейчас понятно, что 17 арестованных – это лишь верхушка айсберга. И на свободе могут оставаться еще десятки сторонников этой экстремистской группировки. Евгений Завадский, Роман Гусь, Первый канал.